Спортивное ориентирование это один из видов спорта, в которых участники должны при помощи карты и компаса пройти определенную трассу за определенное время и отмечая контрольные пункты. Спортивное ориентирование бывает трех видов. Беговое ориентирование, оно проводится летом. Ориентировщики бегут через лес, по горам, по полям. Спортивное ориентирование, оно проводится с условиями хорошего снежного покрова и велоориентирование. Чаще всего это маркированные трассы. Меня зовут Ксения, я занимаюсь спортивным ориентированием уже на протяжении шести лет. Я участвовала как в лыжном ориентировании, так и в беговом. На карте участников нанесены условные обозначения, которые спортсмены должны уметь прочитать и ориентироваться по ним. Для достижения мастерства участники регулярно проводят тренировки и соревнования, благодаря которым набираются опыта. Мы должны бежать по направлению с одного контрольного пункта до другого, ориентируясь. Мы используем азимут и движемся строго по азимуту. Спортивное ориентирование — это один из самых древних видов спорта и одно из самых сложных, потому что ты никогда не знаешь, что ждет тебя в лесу. Спортивное ориентирование можно считать видом спорта, как полагается, с конца XIX века. Именно в это время в Швеции, Германии и в Великобритании начали проводить спортивное ориентирование. Участники двигаются по определенному направлению, и победители высчитывают по некоторым критериям. Это самое быстрое прохождение дистанции, и это верные отметки. У спортивного ориентирования есть несколько видов дистанции. Это кросс-классика, это, как правило, классическая дистанция у разных групп по разному километражу. Но время ее от 20 до часа. Также это лонг — это одна из самых больших и тяжелых дистанций. Как правило, она должна проходить на двух или трех картах. Спринт — это короткая дистанция, легкая. И эстафета — это эстафета участников, в которой каждый участник бежит в свой этап. Они бывают как эстафета в три этапа, и также проводятся эстафеты, которые длятся днями. Условные знаки спортивного ориентирования включают в себя рельеф, гидрографию, искусственное сооружение и обозначение дистанции. Также это растительность, скалы и камни. Рельеф — это горы, микроямки, воронки и обрывы. Скалы и камни — это скалы и камни. Гидрография — это водяные знаки, это болото, лужи и озеро. Знаки растительности — это, как правило, зеленый цвет. Чем темнее цвет, тем на местности зеленка гуще. Искусственные сооружения — это железные дороги, заборы, шоссе и асфальт. Также это треопы. Обозначение дистанции рисуется красным цветом. Это треугольник старт, двойной круг — это финиш, пункт питания, кругляшком обозначается контрольный пункт, также места, где нельзя бегать и пункт медицинской помощи. Вот я сейчас вам покажу, как мы ориентируемся. Первое КП стоит на зеленом кругляшке — это одинокостоящее дерево. Второе КП стоит в микроямке — это улыбочка. Мне нужно бежать с первого на второе КП. Я побегу. Вначале я добегу до стрельбища, я буду двигаться по зеленке в направлении северо-запад. Дальше я прибегу зеленку, добегу до камней и башни. Перебегу через тропинку, добегу до гор. С гор возьму азимут на второе КП, на улыбочку. И отмечу его. Вот также еще знаки спортивного ориентирования. Черное — это здание, обрыв, речка, болото. Белым цветом обозначается парковый лес, то есть это лес, который легко пробегается. Также у нас есть классический лабиринт. Проводится в спортивном зале или на любой ровной площадке. Обычно он от 10 до 50 метров. Для отметки в таких видах ориентирования используются либо компостеры или еще проще цветные карандаши, а также иногда чип. Приходите на официальный сайт спортивного ориентирования, там вы можете точнее ознакомиться с ним. Спортивное ориентирование проводится в более чем тысячи городов Российской Федерации. Удачи! До встречи!